МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основано на реальных событиях. Ближележащий поселок могло бы повредить. Ну, не знаю, честно говоря, не представляю, это очень-очень сложно это представить. Да, честно говоря, мы за эти сутки пережили столько, что даже не хочется вспоминать об этом. Предотвратить катастрофу. Этот случай произошел летом 2017 года в городе Шамкент. В крупнейшем промышленном и торговом центре страны с населением около двух миллионов человек. Здесь же находится один из трех нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Находясь в самой густонаселенной части страны, это предприятие вырабатывает около трети производимых в Казахстане нефтепродуктов. Готовое топливо с завода поступает в резервуары, откуда бензин увозят во все регионы. Полностью обеспечиваем всю область нефтепродуктами. В основном с нашей нефтебазы все уходит во всей области. Сейчас, я не знаю, сейчас экспорта, по-моему, нет еще. И в Алматинской области, и в Замбульской области. Нет, нет, тоже у нас берут. Поэтому объем расходится. На одной из нефтебаз компании Шамкент Мунаю Немдера на тот момент находилось 8 вертикальных резервуаров. В каждом из них хранится до 3 миллионов литров бензина. Я начинал работу с Ташкентской нефтебазы. Она не нефтебаза тогда была, а головная насосно-перекачащая станция еще при Советском Союзе подчинялась госнефтепродуктам. Поэтому с тех времен, с 87-го года, я здесь таких крупных пожаров практически вообще не было. И даже мелких не было, честно говоря. В пятницу, 23 июня 2017 года, МВД и все региональные департаменты полиции готовились отмечать профессиональный праздник. Помню, как сегодня, 22-го числа, я заступил на дежурные сутки оперативным дежурным по гарнизону бывшей тогда Южно-Казахстанской области. В 7 часов 53 минуты на пульт 101, поступил тревожный сигнал. На том конце провода сообщили, что на нефтебазе горит один из резервуаров с горючим. ДИСПЕЧЕР 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 КОНЕЦ 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 К тому времени на месте уже разворачивали технику подразделения негосударственных пожарных служб, охраняющих территорию нефтебазы. Но уже с первых секунд стало понятно, что борьба с огнем будет непростой. КОНЕЦ На тот момент я находился на выезде по городу, услышав эту информацию, незамедлительно направился со своим личным составом к месту вызова. По прибытию в 8 часов 17 минут обнаружил, что происходит открытое горение резервуара трехтысячника, то есть 3 миллиона литров бензина высококтанного марки 92. Есть угроза распространения на рядом стоящие резервуары. Как выяснится позже, причиной возникновения пожара стал взрыв паровоздушной смеси в газовом пространстве самого резервуара. Это произошло, когда оператор делал утренний замер. Мужчина скончался на месте. Честно говоря, я долго об этом думаю и никак не могу прийти к этому. Что там могло произойти, честно говоря, не знаю. Это человеческий фактор, честно говоря. Потому что у нас, в принципе, ничто там не могло. Электричества полностью на резервуаре никакого нет. Никакой подводки электрической. Все там механическое. Поэтому чисто человеческий фактор. Оператор, ну это только он знает, что он сделал. Он, к сожалению, погиб. В горящем резервуаре номер 6 находилось 2 миллиона литров бензина марки АИ-92. Сама емкость могла взорваться в любой момент. И тогда огонь мог перекинуться на соседние резервуары. А это почти 25 миллионов литров бензина. Пожар был очень тяжелый. Могу даже сказать, что получив данный вызов, я уже мог представлять масштабы. Беря даже историю, с момента существования независимости нашей республики, на территории Казахстана не было еще таких пожаров. И дай Всевышему, чтобы таких пожаров у нас на территории никогда не было. Нефтебаза площадью более 9 гектаров расположена всего в 400 метрах от жилого массива Жулдос Янбекшинского района города Шымкент. А в 1200 метрах расположен нефтеперерабатывающий завод. Нетрудно представить себе возможные последствия. Пожарным предстояло во что бы то ни стало предотвратить катастрофу. СПОКОЙ Продолжение следует... В этот момент нам пришлось по команде руководителя тушения пожара немного отступать назад. В скипании жидкости момент, когда в самом резервуаре жидкость, которая верхняя часть горит, температура прослойка начинает нижнюю сторону поступать, она начинает прогреваться и при этом происходит выброс. Выброс может быть выталкивающим со взрывом. Если она полная, то она просто вскипает и получается вскипает как молоко, которое мы обычно в своей жизни видим. Вот был момент того, что она выливается прямо через стенки. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, что мы знаем. Мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, что мы знаем. Шел четвертый час тушения пожара, но борьба с огнем становилась все жестче. В 12 часов 3 минуты была произведена очередная пенная атака, которая длилась 15 минут. Но это не дало результата, так как высокая температура и порывистый ветер разрушали пену. Шел четвертый час тушен. Шел четвертый час тушен. Шел четвертый час. Охлаждение резервуаров проводилось непрерывно, водой становилось все меньше и меньше. Необходимо было обеспечить дополнительные запасы. На месте пожара создается и начинает работу оперативный штаб пожаротушения, в состав которого вошли 8 человек. Задачей штаба являлась выработка правильной стратегии борьбы с огнем, не допустить нового возгорания и человеческих жертв. В вечернее время, уже ориентировочно к 18.00, руководитель тушения пожара, полковник Дербисов, уже полностью оценив обстановку дальнейшую, собрав всех начальников участков тушения пожара, меня, там мы уже полностью обсуждали момент. Наш руководитель хотел узнать мнение каждого, опыт работы каждого, сделать выводы. Будем ли мы дополнительно привлекать дополнительно силы и средства с других областей, с других гарнизонов или нет. Зарочиваясь поддержкой каждого сотрудника, офицера, который имеет за плечами большой опыт работы, руководителю было принято решение, дополнительно мы вызывать никого не будем, будем дальше работать сами. Были затребования, дополнительные силы и средства, такие как пожарные поезда, два пожарных поезда. И кроме этого, еще с Акимата были привлечены для подвоза воды, автоцистерны, водовозы и другая инженерная техника. К этому времени на место прибыл пожарный поезд с двумя цистернами, в каждом из которых находилось по 100 тонн воды. Чемкент қаласындах бүткіл коммуналық мехемелерге қарайтын, жаңға дай, қаланың көгелдан дұру қарналған су қаратын барлық техникаларды, барлық жұмылдарылды. Акимшылық өтеліккен қолда көршетті. Барлық техникалардың дар сөз жерде, біздің бүткіл гарнизонды көтерді тесек, артық айтпайын, барлығымыз сөз жерде, жаңға дай, суды тұқтаусыз беруге тұра келді. Маған, сұрақ қой жатыр. Бұл ғынгер басқа резервуығы өтпетсе қалайығаға. Біздің қаланың жартысын деба көтсер асамыз керіп құлды. Оң тұқтау тұрмғын көнеміз. Екіншімен өзің өз күшімен сөндірем деген, шешім қабылдап Астанаға комитеттіруғасынағағын айтқа мұлды. В общей сложности к месту пожара было привлечено 36 единиц техники, два пожарных поезда и 360 человек личного состава государственной и негосударственных противопожарных служб, а также полицейские, скорая помощь и энергетики. Только спустя 23 часа огнеборцам удалось ликвидировать пожар. У всех был момент того, чтобы справиться с этим пожаром, чтобы не допустить распространения, последствия которой можно даже тяжело представить. Это необходимо было бы уже эвакуировать практически полгорода. Не говоря по удару экономики нашей страны, так как наш нефтеперерабатывающий завод, рядом находящийся с горением объекта, он является одним из трех самых гигантов, которые обеспечивают экономику нашей страны. Поэтому каждый внес непосильный свой вклад в труд именно в тушение данного пожара. Продолжение следует... Последствия развития пожара на рядом стоящие объекты могли привести к крупной экологической и техногенной катастрофе на территории Южно-Казахстанской области. Продолжение следует... 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 Сонтан, эздеримен самаспастан, жаздың стыгына қарамастан, она оттың жоғар температурада жалымына қарамастан, бәрі бір кистей сол өртті сөндіруге жұмылып, жұмыс атқарды. Олардың, мен айтайын деген бәріліғі ерлік көрсетті. Олар егер өзіне тапсырған ұчастықты өртті сөндіругезінде тастап кетедің бұғанда, ол арарай үші өрттің басқа резервуарлыға өтік кетедің. Өтіп кетедің бұғанда, олар үнемі жағыдай бір өздеріне көрілген тапсырған ұрындып, үші қандай ғартқа жылжымай, қаймық басқан өз мүлдеттерін адалат қарты. Деп, есептеймін. Больше всего я беспокоился за свой личный состав, Onзiktir өздеріне көріп әсің бұлғанда, оларғанда, өзі өзіме өздеріне күрдің бұлғанда. Олар еріндердің бәріміз шығық бұлғанда, олар ғарарым таңызің бұлғанда өзі өзін бұл үші өзі өзінгі жаыққа жақсан. Я считаю, что все действия, которые были выполнены как руководителя тушения пожара, нашего руководства, как личного состава, которые непосредственно работали у ЧК пожара, все было выполнено правильно. И в результате вот практически сутки, за сутки мы побороли огонь. За проявленное мужество и отвагу, а также за профессионализм сотрудники были награждены орденами и медалями. Орденом Айбен награжден руководитель областного департамента по чрезвычайным ситуациям Нурбулат Дербисов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я очень горжусь тем, что Рядом со мной служат и работают люди, которые в тот момент участвовали на тушении пожара. Рядом со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok